Дорогая Церковь, я приветствую вас. Немного такое необычное служение. Сегодняшний день, когда мы воспоминаем страдания Господа нашего, стол стоит украшенный, но мы не можем видеть лица всей Церкви. Слава Господу за то, что милость Его велика, и мы можем собираться вот в таких условиях. История Церкви говорит, что братья собирались и проводили вечерю. Намного тяжелее были условия, когда не могли собраться церковью, собирались двое-трое где-то в потаенных местах и проводили вечерю Господню. Сегодняшний день, тот день, когда мы воспоминаем страдания Господа нашего, мы находимся здесь в Церкви. Вы, дорогие друзья, дорогие братья и сестры, находите у себя дома. Но вы также имеете возможность участвовать в вечере Господней, вспомнить его страдания, прославить имя Его. Перед тем, как мы будем молиться, хотелось предложить одно место еще на Писание, о котором пишет Иоанн, в 17 главе мы будем читать. В 17 главе описывается молитва Господа нашего перед тем, как его арестовали, перед тем, как он пошел в Гессиманский сад с своими учениками. Он обращался к отцу и молился о своих учениках. Он молился о нас с вами. И он говорил, когда я был с ними в мире, я сохранил их во имя Твое. Те, которых Ты дал мне, я сохранил их. И никто из них не погиб, кроме сына погибели. Да сбудется Писание. И потом далее Христос говорит такие слова. Мы прочитаем это 19 стих и далее. Евангелие Иоанна, 17 глава, 19 стиха. «И за них я посвящаю себя, чтобы они были освящены истинною. Не о них же только молю, но и о верующих в Меня, по слову их. Да будут все едины, как Ты, Отче, во Мне, и Я в Тебе. Так и они да будут в нас едины. Да уверует мир, что Ты послал Меня». Знаете, на одну небольшую фразу хотелось обратить внимание и поговорить. Христос сказал в 19 стихе. «И за них я посвящаю себя». Что значит «посвящаю»? Вот именно Христос сказал именно вот это слово. «Я посвящаю себя». Значение этого слова. Знаете, когда я открыл, я искал значение этого слова. «Посвятить или посвящаю», значит, сделаться причастным, предназначить, отдать, отделить или пожертвовать. Читая Священное Писание, мы часто встречаем в Ветхом Завете, когда люди, они что-то посвящали Господу, что-то отдавали, чем-то жертвовали для Господа. Священники – это люди, которые были отделены от других людей, от всего общества израильского, и они были посвящены Господу на служение. Они несли это служение в храме. Также мы знаем левиты – это те люди, которые также были посвящены Господу, они служили в храме пением. Это были особые люди, особые были посвящены для Господа. Помним, мать Самуила, Анна, когда она пришла в храм, когда она молилась Господу, и она просила Господа, чтобы он ей дал дитя. И она сказала такие слова – «Если ты мне дашь дитя мужеского пола, то я отдам его Господу». И мы знаем, что Господь услышал ее молитву, дал ей дитя. Когда Самуил подрос, был оттенен от груди, она привела его в храм, и он был посвящен для Господа. Вся его жизнь она была посвящена Господу, он был священником Господним. Так же, когда ангел явился одной женщине и сказал, что у тебя будет сын, и он не должен есть ничего чистого, нечистого, не должен пить ни вина, ни секиры, бритва не должна касаться головы его, не должен прикасаться к мертвому. Родился Самсон. Этот человек, он тоже был посвящен для Господа. И ангел сказал, что он назовется Назареем Божиим. А Назарей Божий – это значит посвященный Богу. И Христос также сказал эти слова – «Я себя посвящаю ради них». Господь пожертвовал ради нас с вами, дорогие друзья, дорогая церковь, собою. Хотелось бы обратить на некоторые моменты, на некоторые детали, что именно и чем именно Христос пожертвовал ради нас с вами. Первое, на что хотелось обратить внимание, Христос был на небе, одесную Отца Небесного. Был там, где прекрасно, где хорошо, где нет тьмы, где всегда свет, чистота, нет ни греха, нет никакой беды, нет ни кровопролития. Также Иоанн говорит в 6 главе, в 38 стихе, Христос сказал такие слова – «Я сошел с небес». Он был там, одесную Отца, там, где хорошо, там, где прекрасно. И Он оставил это прекрасное место и пришел на эту греховную землю. К нам с вами, дорогие друзья, дорогая церковь. Пришел на эту греховную землю, сюда, где много греха, где идет кровопролитие, где много зла. Оставил славу небес, пожертвовал этим местом и пришел сюда, на землю. Сам Творец пришел туда, что Он сотворил. Следующее, на что хотелось обратить внимание. Апостол Павел это пишет в Послании филиппийцам, 2 глава, 6 и 7 стих. Апостол Павел пишет такие слова – «Он, будучи образом Божиим, не почил хищением быть равным Богу, но уничижил себя самого, приняв образ раба, сделавшись подобным людям и по виду став как человек». Христос оставил славу и принял наше с вами тело. Дорогая церковь, дорогие друзья, это великая жертва. Знаете, можно сравнить, если какой молодой человек захочет принять тело человека, который болеет, который уже в старости, у которого все тело болит. Но Христос принял это наше плоть, наше тело, которое имеем мы с вами. Оставил славу небес, пришел, родился, как родился каждый из нас. Он не пришел просто, явился на эту землю и все. Нет. Он, как каждый человек, родился, был младенцем, возрастал. И как мы с вами, он чувствовал и холод, и голод, и зной. Мы, помню, когда он был в пустыне, искушаем сатаною, написано, под конец он залкал. Христос также хотел кушать, как каждый из нас. Когда он висел на кресте, он говорил, я жажду, он пить хотел. Когда он пыл с учениками в лодке, он уснул. Он также, как и мы, уставал и спать хотел. Он Бог, но он был в теле, как и мы с вами. И он переносил боли, когда его избивали плетями. Знаете, меня никогда не били плеткой. Я не переносил эту боль. Я не знаю, как это больно, но Христос это перенес. Ему на голову одели терновый венец. Знаете, у нас там в офисе, я не знаю, как сейчас, но раньше лежал такой круглый терновый венок. Это такие длинные острые шипы. Христу одели эти шипы и били по этому венцу. И иголки впивались в голову. Он терпел, перенес эту боль. Его руки и ноги пронзили гвоздями. Знаете, я не раз в своей жизни не наступал на гвоздь, но говорят, это очень больно, когда наступишь. И нога болит, и долго болит. Я протыкал себе руку насквозь, но я протыкал вот здесь в мягком месте. А Христу пробили руки там, где нервы, там, где самобольно. И Он перенес эту боль. Он принял это тело ради нас с вами. Далее, на что хотелось обратить внимание. Галатам апостол Павел пишет, 4 глава, 4 стих. «Но когда пришла полнота времени, Бог послал Сына Своего Ненародного, который родился от жены, подчинился закону». Знаете, у Христа была власть, быв там на небесах. Ему подчинялись ангелы, служили Ему, но придя сюда, на землю, Он не пользовался этой властью. Знаете, Он запросто мог сказать одно слово, и вот эти солдаты, когда пришли арестовывать Его, они бы упали замертво, но Он этого не сделал. Он бы только взглянул бы на Пилата, и Пилат бы ничто не мог Ему сказать. Он бы только сказал одно слово, и солдаты, которые распинали Его, они бы не могли Нему ничего сделать, но Он этого не сделал. Воспользуйся этой властью, то есть, имея эту власть, Христос и не воспользовался. Как часто люди говорят, вот если бы Моя власть, если бы Моя воля, Я бы и то, и то, и то сделал. А Христос имел эту волю, имел эту власть, но Он оставил ее, Он не воспользовался ею и взошел на крест Голговский. Ради нас с вами, дорогие друзья! Далее, тот же Евангелист Иоанн пишет такое событие, когда Христос собрался с учениками. Прочитаем в 13 главе 4-5 стих. «Встав с вечери, снял с себя верхнюю одежду, говорится о Христе, и, взяв полотенце, припоясался, потом влил воды в умывальницу и начал умывать ноги ученикам и отирать полотенцем, которым был припоясан». 13-14 стихи. «Вы называйте Меня Учителем и Господом и правильно говорите, ибо Я точно то. Итак, если Я Господь и Учитель умыл ноги вам, то и вы должны умывать ноги друг другу». Это царь, это Бог, это Тот, Который создал все человечество, и Он служил другим, Он стал слугою, Он служил людям, Он оставил свое господство ради нас с вами, и Он стал слугою, послужил ученикам». Далее, вместо того, чтобы самому быть судьей, Христос оказался на скамье подсудимых. Я думаю, каждый из вас видели такую картину, когда сидит судья, в стороне сидит, может быть, за решеткой, может быть, нет человек, который осужденный. И вот Христос, вместо того, чтобы быть судьей, судить людей за их злые дела, Он сам был осужден. Праведный был осужден за неправедных. Безгрешен, безгрешный был убит за грешных. Христос сам был осужден за то, что Он не сделал. Это Он сделал ради нас с вами. И последнее, на что хотелось обратить внимание, Христос в этой же, в этой же, из имени Голиста Иоанна, в 10 главе, 7, 17-18 стих, Христос сказал, «Я отдаю жизнь мою, чтобы опять принять ее. Никто не отнимает ее у Меня, но Я сам отдаю ее». Знаете, из этого всего, я думаю, это самое то, чем пожертвовал Господь ради нас с вами. Слышишь истории, когда люди отдают свою жизнь ради других людей, прыгают в огонь или в воду для того, чтобы спасти другого человека. но Христос, Он пришел на эту землю и отдал свою жизнь, дорогой друг, ради тебя, ради меня. И Он жизнь свою отдал ради тех, которые ненавидели Его, те, которые подговаривали другой народ, те, которые считали себя учениками, священниками, первосвященниками, но Христа они хотели убить. Ради них Христос пожертвовал Собою. Христос пожертвовал своей жизнью ради тех, которые избивали Его, ради тех, которые одели Ему на голову терновый венец, ради тех, которые положили Его на крест Голговский и пригвоздили Его. Он свою жизнь отдал ради того, который омыв в свои руки, сказал, «Я невиновен в крови человека сего». Христос пожертвовал своей жизнью ради тех, которые кричали «Распни Его! Кровь Его добудет на нас и на детях наших!» И ради них Христос пожертвовал Собою. Отдал свою жизнь, пролил свою кровь. Дорогой друг, Христос оставил славу небес. Христос стал подсудимым. Христос отдал свою жизнь ради Тебя, ради меня. И сегодня день, когда перед нами хлеб. Это тело его ломимое. Он ни в чем не был виноват, но он это сделал ради нас. Перед нами с вами вино. Это кровь его, которую он пролил ради нас. Он занял наше с вами место там, на Голгофе. Пролил свою кровь там, на Голгофе, ради нас. И у нас есть прекрасная возможность склонить наши колени, возблагодарить его за жертву его, потому что, как он сказал, никто у меня жизнь не отнимает, я сам ее отдаю. Он сам пожертвовал, он сам захотел это сделать ради нас, чтобы дать нам жизнь вечную. Благодарность ему за это. Аминь. Аминь.